Уважаемый Владимир Александрович, уважаемые товарищи! Недавно в рамках ежегодных коллегий у нас состоялся предметный разговор о работе и задачах в сфере правоохранительной деятельности с руководителями Федеральной службы безопасности и Генеральной прокуратуры. Сегодня уже на расширенной коллегии МВД продолжим такое обсуждение. Прошу уделить особое внимание таким приоритетам, как обеспечение общественного порядка, борьба с экстремизмом, пресечение незаконной миграции, работа участковых служб, а также действиям МВД по нейтрализации организованной преступности. Имея в виду, что такие группировки, а иногда речь идёт о настоящих криминальных синдикатах, часто носят трансграничный характер, действуют руко-обруку зарубежными спецслужбами и мессарами международных радикальных экстремистских структур. Такие криминальные сообщества завязаны на торговле людьми, незаконный оборот оружия, финансовые и киберпреступления, наркотрафик. Так, в последнее время в России отмечается рост потребления наиболее тяжёлых и опасных синтетических наркотиков. МВД совместно с ФСБ, другими спецслужбами, а также федеральной таможенной службой необходимо серьёзно активизировать работу по выявлению мест производства этого зелья, источников зарубежного сырья, пресечению каналов поставок и торговли. В целом, одна из ключевых задач – укреплять тесную координацию всех правоохранительных и специальных служб. Исходить надо из того, что сегодня внутренние и внешние угрозы часто переплетаются и одинаково направлены против наших граждан и общества на сдерживание России, на подрыв нашего суверенитета. Уважаемые товарищи, сейчас вы вместе с коллегами из других ведомств участвуете в расследовании кровавого теракта 22 марта. Уже говорил, нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья, цепочки конечных преступных венефициаров этого злодеяния. Мы, безусловно, до них доберёмся. И вот что в этой связи хотел бы сказать. Те, кто применяют это оружие, это оружие, которое применяется против России, это очевидно сегодня уже. Должны понимать, что оно обоюдно острое, это оружие. Заказы преступлений за деньги, они не единичны. Также вот в этой профессиональной среде, можно сказать, и вы это хорошо знаете, в этой среде нет надёжной агентуры. Там делают за деньги всё, что угодно, не руководствуясь никакими ни религиозными, ни политическими соображениями, а только финансовыми. Также всё легко и продаётся, любая информация. И покупается, и продаётся. Так что до конечных заказчиков мы, безусловно, доберёмся. Но добавлю, сейчас комплексно оцениваются действия всех правоохранительных, контрольных, надзорных служб, коммерческих организаций, которые отвечали за этот крупный объект, где произошёл теракт. Мы заплатили очень высокую цену, и весь анализ ситуации должен быть предельно объективным и профессиональным. Это важно прежде всего для того, чтобы вывести на новый уровень обеспечения правопорядка и безопасности в местах массового пребывания людей, на спортивных сооружениях, транспорте, в торгово-развлекательных центрах, школах, больницах, вузах, театрах и так далее. Все эти объекты должны быть под постоянным контролем, и ключевую роль в решении этой задачи призваны в том числе играть органы внутренних дел. Подчеркну, у МВД значительный опыт и полномочия в сфере обеспечения общественной безопасности. В прошлом году количество преступлений в общественных местах и на объектах транспорта, согласно статистике, собственно говоря, так и есть на самом деле, в целом за прошлый год снизился. Но, как видим, готовность к чрезвычайным ситуациям нужно наращивать постоянно. Это касается всех служб наших правоохранительных органов и всех субъектов Федерации, и, конечно, тех наших регионов, которые находятся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Особо отмечу работу сотрудников органов внутренних дел на Донбассе и в Новороссии. Я знаю, что там приходится вступать в столкновение не только с криминалом, но иногда и с диверсионными группами противника, которые в том числе пытаются использовать давние каналы по линии оргпреступности. Поэтому одна из важнейших задач на Донбассе и в Новороссии – защитить граждан от криминальных угроз, обеспечить нормальную деятельность органов власти, предприятий, банков, магазинов, фермеров, малого и среднего бизнеса. Большую помощь оказывают коллеги из других регионов России. Хочу сказать спасибо всем, кто выезжает в боевые служебные командировки и несёт службу в сводных отрядах полиции. А в них плечом к плечу на боевом дежурстве люди разных национальностей вероисповедания практически со всей нашей большой страны. Отмечу, что подразделения органов внутренних дел сформированы во всех новых субъектах Федерации. По вашей работе во многом судят люди о силе российского закона. И это огромная ответственность, которую вы, уверен, хорошо понимаете. Назову очень показательную цифру. В сложнейшей обстановке, когда продолжаются боевые действия, уже более 3 миллионов 200 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей получили паспорта граждан Российской Федерации. Прошу органов внутренних дел эту работу последовательно продолжать. Внимательно, предельно аккуратно, с душой подходить к каждому человеку, к каждой семье, тем более к семьям с детьми, ко всем, кто обращается за российским паспортом, за другими часто утраченными документами. В том числе здесь важна работа и с беженцами. Как только появляется возможность, нужно проводить буквально по домовой обход городов и посёлков и сделать всё, чтобы не смогли, что называется, легализоваться диверсанты, пособники неонацистов. Контроль должен быть самым тщательным. Да и, конечно, хочу это подчеркнуть, обратить ваше внимание на это. Работа эта, безусловно, должна вестись в тюрьмском контакте с местными органами власти, с региональными и местными. Как бы сложно это ни было, нужно с людьми наладить прямой контакт. На недавних коллегиях ФСБ и Генеральной прокуратуры обращал особое внимание на необходимость эффективной борьбы с любыми экстремистскими проявлениями. А вы знаете, что питательные среда для такой экстремистской деятельности, да и просто откровенные уголовщины – это во многих случаях нелегальная эмиграция, идеологическая накачка разного рода лжепроповедников и интернет-сайтов вместе с ним. Недопустимо, хочу это подчеркнуть, использовать недавние трагические события для провоцирования национальной розни, ксенофобии, исламофобии и так далее. Собственно, это и была главная цель террористов и их заказчиков, прежде всего, – посеять раздор и панику, распри и ненависть в нашей стране, расколоть Россию изнутри. Это их главная задача. Мы ни в коем случае не должны позволить им этого сделать. Однако, когда начинаешь разбираться в обстоятельствах того или иного дела, конкретного преступления, оказывается, что человек попал в Россию без особых проблем, прошёл все формальности, оформил трудовой патент, имея зачастую за спиной целый букет правонарушений, причём иногда и злостных. Затем он подаёт заявление на гражданство, даже не зная элементарно русского языка. Здесь необходимы современные цифровые электронные базы биометрических данных. Те, что сейчас работают, их, судя по всему, недостаточны. Они не позволяют в полном объёме купировать риски рецидивы незаконной миграции. При этом наши соотечественники, у которых предки выросли в самых, что ни на есть, центральных регионах нашей страны, гражданство порой не могут получить годами. Уже говорил, что нам нужно глубоко, кардинально обновить подходы к миграционной политике. Прошу Министерства внутренних дел, другие наши правоохранительные органы и специальные службы совместно с правительством и администрацией президента все эти вопросы комплексно и детально проработать. Мы сейчас вот с министром тоже коротко об этом говорили. И нужно представить перечень первоочередных решений. Прежде всего, нужно обеспечить интересы и безопасность государства и общества, сберечь, сохранить межэтническое и межрелигиозное согласие, нашу культурную, языковую самобытность – всё то, что является силой России. Принцип, что приехать и жить, трудиться в Россию, могут только те, кто уважает наши традиции, язык, культуру, историю. Этот принцип должен быть решающим. Важнейшей задачей остаётся и принципиальная последовательная борьба с коррупцией, которая отравляет общество, ломает законопослушный бизнес, крадёт деньги, необходимые для обороны страны, для её движения вперёд в экономике, в социальной сфере. Это в полной мере относится и к обеспечению внутренней безопасности самой системы Министерства внутренних дел. Уважаемые коллеги, необходимо и дальше добиваться роста раскрываемости и коррупционных, и других преступлений, включая те, что остались нераскрытыми в предыдущие годы. Вынужден отметить здесь также, что в прошлом году увеличилось число тяжких, особо тяжких и ряда других преступлений. Надо оперативно реагировать на эту негативную тенденцию. Тоже сейчас с министром говорили. Здесь, конечно, нужно с этим разобраться, внимательно посмотреть на эти все цифры. Но если такой сигнал есть, надо внимательно на это посмотреть. Далее. Почти на 30% выросло число преступлений с использованием информационных технологий. Их совершено порядка 680 тысяч, а ущерб превысил 156 миллиардов рублей. Нужно серьёзно совершенствовать механизмы борьбы с правонарушениями в этой сфере, работать на обережение. И, конечно, особенно важно защищать от влияния радикалов и экстремистов в глобальных сетях в целом от преступной среды подрастающее поколение. Отмечу, что все последние годы уровень подростковой преступности снижается. Это, конечно, хороший результат. Хочу поблагодарить за это тех, кто работает в этой важнейшей области. Это свидетельствует о том, что линия на системную профилактику подростковых преступлений была выбрана правильно, и нужно её продолжать, в том числе подразделениям МВД по делам несовершеннолетних. Подключать к этой работе общественные, религиозные, просветительские, образовательные и волонтёрские организации, в целом те широкие возможности, которые планируется создать в рамках нашего нового национального проекта «Молодёжь России». Предстоит повысить и эффективность службы участковых-уполномоченных. Многие сотрудники действительно качественно выполняют эту трудную, порой незаменимую работу, и результат весомый. Так, в 2023 году именно с помощью участковых-уполномоченных полиции установили преступники по каждому пятому раскрытому преступлению, каждому пятому – 21,9%. И ещё один важный момент. Благодаря реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» были обновлены многие федеральные трассы, транспортная инфраструктура в крупных агломерациях. Сейчас, как вы знаете, особый акцент будет делаться на развитии сети региональных и местных дорог, а значит, и автомобильные потоки будут расти, скорости будут увеличиваться. Поэтому жду от сотрудников ГИБДД активного внедрения передовых технологий безопасности, современных средств и способов организации движения. И, конечно, важно заниматься просветительской работой, воспитывать культуру ответственного поведения на дорогах, причём начиная со школьного, а может быть, даже и дошкольного возраста. Но здесь, к сожалению, у нас наблюдается рост ДТП на 4,5%, и число погибших увеличилось. В прошлом году погибло на дорогах 14,5 тысяч человек, а ранено 166,5 тысяч. Сейчас мы дороги будем обновлять. Надо обязательно, чтобы это сопровождалось повышением безопасности на дорогах. Уважаемые товарищи, по итогам обсуждения обозначенных и других тем, конечно, жду от вас конкретных законодательных, правоприменительных, управленческих предложений. И в завершении скажу, что нерешённых проблем, конечно, очень много, но и работа проделана и ведётся очень большая. Поэтому хочу поблагодарить за это руководство и личный состав Министерства внутренних дел. Желаю вам успеха. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ